Привет, дорогие друзья, с вами Лиза Кей, прямое включение из города Лос-Анджелес. Сегодня пятница и в эти выходные в городе Хэллоуин. Я не могла не записать выпуск про Хэллоуин, это мое самое любимое время года, и в этом году Хэллоуин для меня будет достаточно необычным. Потому что обычно на Хэллоуин я устраиваю какое-то лютое мракобесие, я выбираю самые безумные, мрачные, необычные костюмы, иду кутить по барчелам с друзьями, но в этом году, в этом году мой первый, наверное, можно сказать, гламурный Хэллоуин. Потому что в этом году, в этом году я приглашена на сразу две самые гламурные вечеринки в городе, где якобы должны присутствовать модели, селебы, актеры, ну в общем, все те трендовые суперлюди в перемешку с инфлуенсерами, с которыми все хотят познакомиться и дружить. Я не могла не взять вас с собой и не записать про это выпуск, поэтому мы начинаем наше приключение здесь, в пятницу днем, в тот самый день, когда я езжу и пытаюсь понять, во что я буду в принципе одета. Потому что на эти вечеринки одеться так, как я обычно одеваюсь, наверное, будет странно. Ну и хочется, если честно, разнообразия. Хочется хоть раз попробовать быть красивой чекулей, тпшкой, женщиной-кошкой. В общем, это нам с вами предстоит еще узнать сегодня, кем будет Лиза в этот раз. Не вижу смысла ждать. Поехали. Я встретилась с девочками на обед. Короче, мы планировали зайти в магазин, тут такой модный трендовый, который называется Pretty Little Tank. И он сегодня открыт только для инфлюенсеров. Он всегда открыт. Он всегда открыт только для инфлюенсеров. Вот мы живем в этом городе, друзья, в котором магазине только для инфлюенсеров открыто. Но мы-то вроде как инфлюенсеры. Ну да. Короче, девчонки подали заявку как инфлюенсеры. Им прислали ссылку как инфлюенсерам. Они приехали в магазин, и в магазине развернула охрана, как недостаточно, видимо, сильных инфлюенсеров. Инфлюенсер инфлюенсеру рознь. Все равны, но кто-то равнее же. Там будут чувихи из OnlyFans. Да блин, ну вот по-честному все вечеринки в волей такие. Знаешь, много пафоса. Будут и знаменитости, будут актеры. И одни OnlyFans девочки. Да, в итоге идут OnlyFans девочки, которых в отличие от нас спускают в магазины про телетуры. Вот они, вот они. Пакеты, пакеты. Я еду по жутчайшей пробке. Еду я в гости к своей подруге Лилит. Она профессиональный стилист по волосам. И у нее есть очень красивые парики. Она мне сказала, что у нее есть красивый розовый, такой нежно-розовый парик. И я подумала, что, наверное, я одену вот такой нежно-розовый парик, одену какое-то симпатичное платье, каблучки, и буду, хрен его знает, то ли куклой Барби, то ли чем-то. Ну вот, вот такой у меня образ будет на вечеринку, потому что это вечеринка журнала Максима. Я думаю, что все-таки все девочки будут выглядеть привлекательной. Вот. Я думаю, тут просто розовый парик в платье. Вот, нормально будет. Целой делегации просто. Я с вами выпью бокальчик вина. Я сказала, поэтому сдают они все в порядке. Целегенно. Ооо, прикольно. Очень красивый. Спасибо, мать. Друзья, сейчас превращение настало. В принципе, в этом году превращаться не во что, кроме экзотической красивой чики. Расскажу вам секрет вот таких вот теней с блестками. Знаете, бывает, покупаете тени вот с блестками, и они так сильно блестят, когда их наносишь. Так вот, если вы кисточку намочите, намочите и мокрой кисточкой это все нанесете. Смотрите. Вау. Вот это другое дело, понимаете. Вот эти блестки. Надо мочить кисточку. Главный вопрос вечера. Ресницы или не ресницы? Смогу ли я сегодня наклеить искусственные ресницы? Боги послали достаточно милостыни. На один глаз. На один глаз. Но я разницу, конечно, вижу. Я думаю, что надо делать. Я довольна. Он блажен, как я довольна. Так, теперь мне нужно подобрать какое-то платье под это все, потому что у меня, в принципе, нет костюма, поэтому надо просто... Я думала, что я во все розовое оденусь. Я-то. Я-то во все розовое. Вот. Так, сейчас подумаем. Ну шо? Платье, между прочим, с холостяка. Народ, кто узнал платье с холостяка? А-а-а. Мы, короче, приехали на при-пати. Что-то тут как-то так по-домашнему. Немного людей, но все двигают потом на ту самую вечеринку. Не, ну мы в итоге самые одетые. Я в шоу. А-а-а, автобус! В шоу, мне кажется, что мы не поместимся в этот автобус. Это пикет. Это путь война. Это бизнес. Это путь войны. Это маразм. Прикольно. Тимучий. 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 Прикольно. Ну, от нас к симпатии, в принципе, стоило ожидать девчонок. Реально в пилишке, типа в корсетиках. Это я понимаю. Покажу вам туалеты. Прикольно. О, пирешка. О, миг! Най! Най-най! Най-най! Най-най. Продолжение следует... 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 Потому что официально-то Хэллоуин ровно 31 октября, а 31 октября в этом году выпало на вторник, поэтому люди все кутили, конечно, выходные, но все-таки 31 октября в центре города, на бульварде Санта-Моника будет огромный городской парад, посвященный Хэллоуину. И если я не завершу этот выпуск этим парадом, то, как говорится, что я тут вообще делаю? Поэтому, друзья, мы с вами еще и на парад идем. Побежали! Ты моя пчелка маленькая, бэби-пчелка! Ты моя пчелка! Здравствуйте! 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 Поехали! КОНЕЦ 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 Здравствуйте! КОНЕЦ Давай, давай! Лилит, конечно, у нас безумно красивая, но Лилит ни черта не видит подручку. Ну что, друзья, Кэллоуин 2023 года, я считаю, можно объявлять закрытым. Спасибо каждому, кто досмотрел до вот этого самого момента. Ставьте пальчики вверх. Я надеюсь, вам со мной было весело, потому что мне с вами весело всегда. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.